Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге Даниила и обратимся сейчас ко второй главе. Собственно, вторая глава Даниила в нашей русской Библии начинает именно более древнюю первую часть, которая была написана на арамейском языке. И это, собственно, такой вот мидраж о том, что происходит в некотором гипотетическом древнем Вавилоне во времена начала эпохи плена. Здесь главным действующим лицом будет Даниил и царь Навуходоносор, при дворе которого, собственно, разворачивают события. Сам по себе сюжет довольно популярен в этой части света, в эту эпоху, скажем так, очень широко. Потому что рассказы об истолковании снов мы увидим, скажем, в книге Бытия, мы увидим в древневосточной литературе вне библейской и даже не иудейской. Это такой вот удачный и удобный для древних авторов сюжет, который позволяет поговорить на некотором символическом языке о смысле событий в достаточно большом историческом масштабе. Не одного-двух лет, а одного-двух столетий. Ну и, конечно же, в большинстве случаев некий там герой притчи видит сон и дальше говорится о том, что этот сон должен означать. Но здесь круче, потому что царь Навуходоносор видит сон, он чрезвычайно встревожен этим сном, он приглашает и призывает разнообразнейших вавилонских мудрецов, по-видимому, всех, у кого там в удостоверении написано, мудрец, занимаемая должность, потому что потом кары будут обрушиваться на всех представителей этой корпорации, не только на тех, кто присутствует при дворе. И вот Навуходоносор им говорит, давайте, расскажите мне, что я видел во сне, и истолкуйте. И еще раз царь говорит, что потому что, если вы не знаете, что я видел во сне, то вы истолковать верно тоже не сможете. Мудрецы его говорят, ну, царь, ты вообще тоже придумал, ты расскажи нам, что ты видел, мы тебя истолкуем. Истолкуем, за кого ты нас принимаешь. А царь говорит на это, что ну, так каждый дурак сумеет, если я вам расскажу, что я видел во сне, уж вы там мне голову заморочите своими истолкованиями. Вот такая завязка. Мудрецы говорят, мы не можем этого сделать. Царь говорит, если вы этого не сделаете, то, если не скажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изрублены, и дома ваши обратятся в развалины. Вот. Ну, вообще говоря, конечно, тоже ни у кого в голове даже мысли нет, что это подло вообще-то по отношению к людям. Мудрецы они или не мудрецы? Ну, что это такое? И кто такой этот уходоносный, чтобы себе такого рода вещи позволять? Это вопрос современного дискурса. Тогда им никто не задается. Ну, вот обратите внимание, что эти самые мудрецы, халдейские, говорят царю, нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. Потому что это дело так трудно, что никто не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью. Ну, то есть мудрецы отпираются как могут, говорят, что это только боги могут. Но обратите внимание, что автор книги вкладывает в уста этих халдейских мудрецов важный теологический конструкт. Видели, да, какое умное слово я завернул. Значит, важное представление богословское о том, что есть боги, ну, поскольку это халдейские мудрецы, они заведомо язычники, политеисты, боги, обитание которых не с плотью, представление о божествах как о чем-то нематериальном, не присутствующем в этом мире, иноприродном. Ну, может быть, в данном случае не вполне уместно было бы говорить о трансцендентном, однако вот есть уже эта идея божества, которых обитание не с плотью, вот не от этого мира, нечто не от этого мира, что именно, как это все соотнесено с жизнью, с верой, с людьми, не обсуждается. Это реплика халдейских мудрецов. Тем не менее, для них вот эта реальность реально существует, боги, обитание которых не с плотью. И тогда царь сильно рассверепел и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Ну, тоже тот еще фрукт, конечно, этот царь, типичный представитель своей профессии, потому что, ну, все они вот такие вот. Несколько человек не могли ему на вопрос ответить, он предлагал всю корпорацию мудрецов вавилонских истребить. А кто будет думать после этого в Вавилоне? Вопрос не ставится. И вот вышло это повеление убивать мудрецов. И, конечно, тут же кому-то из царских этих вот вооруженных придворных или царедворцев приспичило также побежать найти Даниила с его товарищами, чтобы их тоже умертвить. Потому что Даниил вообще там во дворце не присутствовал. Он тут совершенно ни при чем. Но и его тоже за компания. Да, и Даниил спрашивает у начальника царских телохранителей, почему такое повеление от царя, и ему объясняют, по-видимому, дружелюбно настроенные к Даниилу. Царедворцы говорят ему, что вот так и так царю приснился сон, он не знает, как его истолковать, велел, чтобы ему рассказали, никто не смог всех перебить. Ну, хорошо. Даниил возвращается домой, рассказывает эту всю историю своим товарищам. И смотрите, и рассказывает он им о знаниями Месаила и Азарии, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне. Вот есть некая тайна, которую Даниил совершенно не претендует раскрыть самостоятельно. Он вовсе не делает вид, не пытается сказать, что я знаю или могу узнать, как, что я там царю приснился. Он просит милости у Бога об этой тайне, милости вот в данной конкретной ситуации к людям, в частности, к Даниилу, который вынужден в этой драматической ситуации оказаться. Он не может отказаться участвовать в этом всем, потому, что это грозит гибелью им самому Даниилу и его товарищам и всем мудрецам. И вот, чтобы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими, и открыта была тайна Даниилу в ночном видении. То ли это сон, то ли это какое-то еще ночное видение, ну, вот видение. Автор не задается здесь никакими техническими вопросами. И что делает здесь Даниил? Даниил славит Бога. И это вот тоже для второй главы очень-очень важный момент. И для эпохи, и для эпохи тоже, потому, что, понимаете, вот этот четвертый век, ну, или конец пятого, все плохо, все плохо, масса иудеев погибла. И масса иудеев ассимилировалась, и оно, они уже там больше похожи на персов, и никого не осталось, и вся, так сказать, отеческая культура сводится только к маце и крашенным яйцам, или к чему там она еще сводится, вот все плохо. И еще этот царь безумный, безумный пытается уничтожить последних умных людей, Даниила с этими отроками. И это эпоха, когда нет ни свободы жить, ни свободы верить, ни, и от культуры ничего не осталось, ни даже свободы трудиться на земле и пользоваться плодами ее. Вот одно сплошное угнетение и власть язычников, черные времена язычников. И поэтому в эту эпоху так важно, так важно оказывается, что автор книги Даниила несколько раз принципиально обращает своих героев к тому, чтобы славить Бога, потому что всем кажется, что Бог далеко, что он где-то, что он отвернулся, что он забыл, что он ушел на небеса и задернул тучи, как шатер, чтобы не видеть ничего, что происходит здесь, но тем не менее канал связи с Богом открыт. И вот Даниил этим каналом связи с Богом пользуется и говорит, да будет благословенно имя Господа от века и до века. И здесь, как и дальше в некоторых других фрагментах этого текста чрезвычайно важно вот это благословение имени Божьего. Само по себе это имя, которое окружено ореолом святыни, которое нельзя произносить просто так вне контекста молитвы, которое собственно вслух постепенно старается произносить все реже и там через пару еще, может быть, столетий после написания этого текста это имя Божье вообще будет произносить один первосвященник, входя во святое святых раз в год. Это имя Божье, святыня, которая освящает, делает принадлежащим Богу святыней все, над чем наречено имя Божье, скажем, вот этот храм, это дом Божий, наречение имени над этим местом делает его святыней. Вот этот агнец без порока, которого мы принесем Богу в жертву следующей весной на Пасху, делает его святыней, кадош, святость сообщает ему Божью, потому что над ним наречено имя Господа. И имя Божье всегда есть непостижимое присутствие. Иудеи времен первой половины книги Даниила и позднейшие тоже уверены, что в произнесении имени Божьего, в благословении имени Божьего всегда некоторым необъяснимым и непостижимым для нас образом реализуется Божье присутствие. Как это происходит, что это означает, не обсуждается. В этом смысле Библия очень целомудренная книга и избегает технологий духовных движений каких-то. Она говорит о сути, о том, что там, где имя Божье произносится, причем не в суе, само собой, разумеется, заповедь никто не отменял. Там Бог непостижимым образом присутствует, присутствует. Тот Бог, обитание которого не с плотью, который превыше небес, но тем не менее это как телефонная трубка, которая работает, и ты можешь ее взять и благословляя имя Божье войти в непосредственный контакт с сердцем Бога, с сердцем Отца Небесного. Здесь, конечно, еще далеко не развита богословская терминология и богословские всякие вот схемы, картины, объяснения и утверждения. Важен контакт. Благословенно имя Господне это значит Даниил разговаривает с Богом непосредственно. И имя Божье наречено над тем местом, где они оказались, и это тоже святыня Бога. У него мудрость и сила. Теперь дальше 21 стих один из тоже парадигматических для всей книги. Он изменяет времена и лета, низлагает царей, поставляет царей, дает мудрость мудрым разумения разумным. Бог владыка всей земли, владыка истории. Это Бог изменяет времена и лета. Ему они принадлежат. Смена эпох исторических, изменение тех обстоятельств, в которых происходит человеческая жизнь, это под властью Бога в его руках. И самое главное, он не излагает царей, поставляет царей. Еще в нескольких мидражах первой половины, да и второй тоже, мы увидим разговор об этом. Это для автора книги Даниила очень важное утверждение и для его читателей тоже. Понимаете, когда читатель живет в эпоху какого-нибудь жутко антисемитского селивкида, норовящего истребить народ Божий, или еще кого-нибудь каких-то всех сливающихся друг с другом в своей несимпатичности царей, вот это важное утверждение, это Бог владыка царей, это Он поставляет царей, не потому, что цари там хорошие, правильные и так далее, Бог поставляет и не излагает, не излагает царей и поставляет царей, и цари на самом деле выглядят в данном случае игрушкой в руках Бога, хотя в реальности это не так, Бог никем не играет как игрушка, и тем не менее, Бог владыка мира царей, и вся вот эта история, которая может быть и пытается из руки божьей вырваться, но не вырвется, но не получится, Бог не излагает царей, поставляет царей, Бог владыка истории, Бог владыка политики, Бог владыка вот всей сферы человеческих царств, вот это очень важное тоже утверждение, которое в явном виде сформулировано в этой песне Даниила, ну и дальше добавляется, что он открывает глубокое сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним, знает, что во мраке, открывает глубокое сокровенное, это представление о Боге, который видит движение сердца, Боге, для которого помыслы людей открыты точно так же, как их поступки, понимаете, когда Господь Иисус говорит всякий, вам, вы слышали, что сказано древним не убивай, а я вам говорю, что всякий гневающийся на брата своего подлежит суду, он говорит, как тот, кто видит внутрь сердца, внутри сердца, и вот этот помысл агрессивный для Бога так же неправеден, как и убийство ближнего, так вот, это может быть сказано в новозаветную эпоху потому, что авторы книги Даниила уже провозгласили Бога живущим не только в сфере актуальных поступков, выраженных, так сказать, вовне поступков, но и Боге, который видит сокровенное, видит глубокое, знает, что во мраке, ну и вот этого Бога Даниил благословляет за то, что он открывает Даниилу тайну, которая только Богу ведома. Ну и после этого Даниил говорит, посылает сначала к начальнику этих самых, чуть не сказал, мытарей, да, царских телохранителей, потом к царю, вот, говоря, не убивай, веди меня к царю, я открою значение сна. И действительно, Даниил оказывается перед Новохудоносором и говорит ему, но есть на небесах Бог, открывающий тайну, есть на небесах Бог, открывающий тайны. вот именно этот Бог и дает Даниилу откровение о том, что же такое царю приснилось. И вот он говорит, ты царь на ложе твоем думал, что будет после сего, открывающий тайны показал тебе то, что будет. Значит, собственно, предметом размышления царя Новохудоносора было представление о будущем, куда идет этот мир, куда движется человеческая история. Вот сейчас, допустим, время царства Новохудоносора. Ну, что там происходит где-то далеко-далеко не обсуждается. Понятно, что масштаб поля зрения ограничен. тем не менее, вот царство Новохудоносора, которое в данный момент выглядит самым крутым. Всех там, кого можно было завоевали, покорили. Вот что дальше? Что будет дальше? Будет ли прогресс, регресс или еще что-то? вот это интересует царя. И открывающий тайны показал тебе то, что будет. Смотрите, как много новых имен для Бога предлагает эта книга. Здесь Бог назван открывающим тайны. Тоже очень важное и поучительное слово. Итак, дальше Данил говорит, тебе было вот такое видение и знаменитое, знаменитое, знаменитое видение истукана на глиняных ногах. Вероятно, какие-то примеры разнообразных колоссов Родосского иных, какие-то здесь примеры явно на периферии поля зрения присутствуют. Крупные формы такие скульптурные. С одной стороны, вот там этот истукан с золотой головой, с серебряными, чем там у него серебряная, грудь и руки, чревые бедра медные, ну и так далее. Дальше все менее и менее благородный материал. Голова из золота, а подошвы из смеси глин с железом. И в общем, ничего уникального в этом нет. Потому что в ту эпоху, да и позже, вот эта последовательность материалов всем известна. Практически в любой литературе и в любом фольклоре той эпохе, мы обнаружим подобного рода легенды о золотом веке, серебряном веке, медном, железном. Вот такой сказ о постепенной деградации, о том, что вот когда-то были ого-го предки, потом были чуть-чуть похуже и так далее. Это могут быть и стуканы из разных материалов, это могут быть, ну, как в легендах о золотом и железном веке, еще какие-то способы привлечь эти металлы. Но сама последовательность лестница, золото, серебро, медь, железо, прессованный навоз. На самом деле, там, где глина, здесь в этом рассказе, там материал совсем такой неблагозвучный, поэтому авторы нашего перевода вполне сознательно, ну, и, вероятно, правильно, сделали небольшую неточность. Вот это всегда означает последовательность человеческой деградации. Более великие царства сменяются менее великими державы и так далее. Они сменяют друг друга. История, собственно, историки, вернее, конечно, пытаются соотнести какие-то металлы и части этого истукана с теми или иными историческими реалиями. Довольно безуспешно, потому что похоже, что вообще рассказ не предполагает такого соотнесения. Чуть дальше, чуть позже мы увидим, почему это так. тем не менее, вот истукан, и чем ниже, тем он хуже. И, наконец, от некой горы отрывается без помощи рук, без содействия рук, отрывается камень и ударяет в истукан и развивает его в дребезги. Вот. Это то, что в славянском переводе называют камень нерукосечный. И традиция православная, конечно же, относит это выражение поэтическое Господу нашему Иисусу Христу, как камень без помощи рук отделяется от горы, так вот он рождается от Девы без человеческого участия. Такой вот символ рождения Господа Иисуса Христа, и сам этот камень нерукосечный тоже символ Христа, и, соответственно, мы иногда так Господа Иисуса Христа называем, особенно в богослужебной поэзии. Был ли этот камень собственно символом Мессии для эпохи первой плены книги Даниила вопрос? Но важно, наверное, увидеть вот что. Смотрите, дальше в толковании он говорит, ты царь, царь царей, которым Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. Это Бог Небесный тебе даровал. Царство, силу и славу. И Даниил не применит подчеркнуть этого. Вот ты эта золотая голова. Ну, конечно, когда ты стоишь перед лицом царя и этот царь не что-нибудь хорошее, а Новокудоносор, конечно, ты будешь говорить, что это золотая голова. Не скажешь, что ты металлические опилки, смешанные с глиной придорожной канавы. Историческая схема должна быть красивой. Ты золотая голова. Хорошо. Он Бог отдал в твои руки все и поставил тебя владыкой. После тебя восстанет другое царство ниже твоего, а потом третье еще ниже будет владычествовать над всей землей, а четвертая будет крепко как железо. В общем, вот такая вот схема. И вот там все эти царства будут больше крепостью, меньше крепостью. И во дни тех царств всех сразу. Здесь множественное число. Во дни тех царств и золотого, и серебряного, и медного, и железного, и смешанного, и смешанного, Бог Небесный воздвигнет царства, которые вовеки не разрушатся. Это вообще, на самом деле, другое измерение истории, другое, потому что это сразу во дни всех тех царств, при том, что царства, золотое, серебряное, медное, и железное, сменяют друг друга по очереди, и во дни всех тех царств. Знаете, это действительно некоторая вечность, потому что это царство, о котором говорит здесь Даниил, над той плоскостью, где проходит время человеческой истории, как-то вот так, во всех временах сразу. Очень поучительная, на самом деле, вещь, хотя, конечно, для книги Даниил тема совершенно побочная. Что по-настоящему для него важно, это сказать, что Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. Оно во все времена тех земных царств, но оно вовеки не разрушится. Царство вечное, завет вечный, и будет царствовать над домом Иакова во веки, и царства его не будет конца. Вот здесь провозглашается эта мысль, в явном виде провозглашается, и отсюда она входит в плоть и кровь народа Божьего. Царство, которое воздвигает Бог, которого не будет конца, которое побеждает все земные царства, всех их разбивает пух и прах. И да, конечно, эта концепция, не скрывавшаяся иудеями, они честно говорили язычникам, и грекам, и особенно римлянам, и последующие времена, что Бог создаст нам царство, которое вас всех разрушит, которое будет во веки, а все вот эти вот ваши великие державы, и что там страна цивилизация, и трали-вали, вот это все развеется как дым. Ну, конечно, за это иудеев терпеть не могли. Конечно, им платили за это антисемитизмом, ненавистью, гонением, всем чем угодно. Но вот эта вот идея очень важная, потому что Новый Завет весь пропитан этим представлением о царстве, которое придет и которому не будет конца. Это царство, которое Бог Небесный воздвигает на земле. Это царство, которое лишь краем соприкасается со всеми этими золотыми, серебряными, медными и прочими царствами поссюсторонними. Это царство, которое скорее вот где-то в вечности. Царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Царство Бога будет стоять вечно, а все земные человеческие царства, оно разрушит. Об него, как об скалу, разбиваются все человеческие попытки устроения жизни на этой земле, потому что по-настоящему непобедимо только царство Бога. и вот сокрушит и разрушит все царства. И дальше Данил говорит, великий Бог дал знать царю, что будет после него, и этот сон верен. И дальше, ну, видите, Медраж не был бы Медражем, если бы не закончился хэппи-эндом. царь Навуходоносор пал на лицо свое, поклонился Данилу и сказал, истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей открывающей тайны. Ну, реально, это понятно, что исторический Навуходоносор не мог такого произнести никогда, но в контексте притчи, вот, Бог явил свою силу, Бог через Даниила некоторым таинственным образом достучался до царя Навуходоносора, ну, и вот Навуходоносор поклоняется, признает величие и власть Бога, признает, что действительно Бог владыка царей, владыка царей, таким образом в каком-то смысле Навуходоносор поклоняется Богу Даниила, не называя его Богом Израилем, ну, потому что было бы совсем странно, если бы речь шла о царе, который поклоняется Богу одного из покоренных народов, но он признает, и это важная для читателя вещь, да, заключительное утверждение в Медраше, что да, действительно, Бог есть Бог богов, владыка царей, открывающий тайны, ну, и тоже дальше там прославили, царь прославил Даниила, поставил на какие-то там должности почетно-доходные его товарищей, это, в общем, уже такие детали, не относящиеся к сюжету, но в центре вот этого, да, действительно, Бог богов и владыка царей, и будет царство, которое он установит, которое окажется важнее, крепче, сильнее, и самое главное, более по-настоящему вечным, по сравнению с человеческими царствами. Продолжение следует...